Дорожно-транспортное происшествие Пресс-конференция министра здравоохранения, как в Туле, будут бороться с онкологическими заболеваниями. ДТП на 127-м километре автодороги М2 Крым произошло сегодня днем. По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы микроавтобус Фиат Дуката столкнулся с ехавшим в попутном направлении автобусом Неоплан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области, имеется предварительная информация о шести пострадавших, получивших различные повреждения. Предположительно, все они находились в салоне микроавтобуса. Полицейские ГИБДД устанавливают все детали происшествия и личности пострадавших, а также обеспечивают дорожное движение на указанном участке автодороги. В Тульской области на выборах президента России будет применена технология изготовления протоколов избирательных комиссий с машиночитаемым кодом, а также ускоренный ввод данных протоколов с QR-кодом. Такое решение приняла избирательная комиссия региона. До 16 февраля участковые избирательные комиссии будут оборудованы специальной техникой для изготовления протоколов об итогах голосования. Тульки смогут выбрать любимого доктора. Одноименный конкурс стартовал во всех больницах и поликлиниках региона. На пресс-конференции министр здравоохранения Андрей Третьяков рассказал, что основная задача этого проекта – определить лучших врачей именно народным голосованием, а также поднять престиж медиков. О том, где и как можно проголосовать за любимого врача и что ожидает лучших из лучших, расскажет София Кириллова. Раннее утро, а в поликлинике номер один Тульской городской больницы уже собрались пациенты. Вот только в этот раз очередь не только в регистратуру. Тулики выбирают любимого доктора. Этот конкурс стартовал в нашем регионе в начале февраля. Проходит он в два этапа. Первый этап у нас будет – это амбулаторное звено, и второй этап – стационарное звено и врачи-специалисты. Конкурс этот рассчитан на широкие слои населения, которые могут прийти и, мало того, что отдать свой голос, отметить каким-то образом положительное качество медицинского работника. Брендированные урны для голосования стоят во всех поликлиниках и больницах области. Достаточно просто написать на бюллетене имя и фамилию любимого доктора и указать место его работы. Понятно, что пациент будет оценивать доктора по его и личным, и профессиональным качествам. И мы, конечно, пытались для себя анализировать, вот кого же все-таки в поликлинике оценит пациент. И нам очень хотелось бы посмотреть, уже нравятся наши молодые доктора, либо все-таки пациент больше признает врачей со стажем. Я думаю, что врачам поликлиники тоже будет это интересно знать. По словам Туликов, главное не возраст специалиста, а его знание, ну и, конечно, отношение к пациентам. Поэтому голоса они отдают врачам, в которых сочетается профессионализм и участие. Я за своего участкового терапевта Пельгуя Павела Викторовича, потому что это очень отзывчивый, корректный и всегда придет на помощь. По итогам конкурса в каждой поликлинике определят лучшего врача, набравшего наибольшее число голосов. Победителей ждет не только признание, но и ценные призы. Об этом рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Андрей Третьяков. Эти врачи, мы о них расскажем, эти врачи будут примирены, они будут награждены какими-то подарками. Это хорошая мотивация для всего врачебного сообщества. Результаты конкурса подведут в марте. В планах сделать его традиционным. А Тулики уже предложили выбрать таким же образом лучших медсестер и санитарок. София Кирилова, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Также Андрей Третьяков рассказал о том, что в текущем году много внимания будет уделено борьбе с онкологическими заболеваниями. Показатели смертности, к сожалению, остаются по-прежнему высокими. Количество заболевших увеличивается. Но это связано в основном с улучшением диагностики. Теперь онкозаболевания можно обнаружить на ранних стадиях. Что, конечно, значительно улучшает прогнозы на выздоровление. Проект «Онко-Стоп» подразумевает централизированную онкологическую службу в регионе и создание современного многопрофильного медицинского центра. Фактически в одном учреждении будут собраны специалисты и созданы все условия для лечения онкологических заболеваний. В том числе самые совершенные методы лучевой и радиотерапии. Данное учреждение предназначено для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями с использованием наиболее современных аппаратных средств и современного медицинского оборудования. За счет совершенствования организации и качества оказания медицинской помощи данный проект позволит достичь значительного снижения показателей смертности от онкологических заболеваний. Как будет развиваться тульская наука и почему политех становится одним из самых престижных технических вузов страны? Алексей Дюмин возглавил попечительский совет ТУЛГУ и провел его первое заседание. С руководителями ведущих предприятий работодателей губернатор обсудил планы и задачи развития вуза, получившего престижное звание «Опорный». В вузе с гордым статусом «Опорный» готовят высококвалифицированные кадры, востребованные в конкретном регионе. Работу ТУЛГУ курирует новый орган «Попечительский совет» во главе с губернатором. Его участники – руководители ведущих тульских предприятий и представители бизнес-сообществ. Первое собрание попечительского совета состоялось в инновационно-технологическом центре ТУЛГУ. Выходили, посмотрели, что происходит, какие процессы происходят. Я Грязеву сказал, что Михаил Васильевич, мы с вами здесь немножко дали маху. На самом деле ТУЛГУ должен был стать еще намного раньше, чем год назад. Поэтому, что есть, то есть, и поэтому мы этим гордимся, что он стал «Опорный» вузом. Это, конечно, расширяет тот потенциал. На выставке разработок в рамках реализации программы развития опорного университета студенты представили свои проекты. Здесь и высокоточный магнитомет, и навигационная система для летательных аппаратов. Студенты четвертого курса участвуют в разработке рассыпной облегченной пулеметной ленты. Сделана она из композитных материалов. Легче обычной металлической в три раза и дешевле в четыре раза. Тема актуальная и современная, особенно в рамках проекта «Композитная долина». Будущей особой экономической зоны в Тульской области. Для различных подразделений, которые длительные автономные рейды уходят, либо для боевых машин и роботов. Смысл этого момента в том, что отстрелил один патрон, звено удаляется за пределы автоматики. То есть не болтает вся такая вот штука. Обычно по 25 или 50 патронов. Вот не мешает пулеметчику или технику передвигаться. Губернатор на выставке побывал. Также посетил инжиниринговый центр комплекса. Своими глазами посмотрел аналоги станков, которые используются на многих оборонных и машиностроительных предприятиях. Растущий престиж вуза подтверждают 5000 поданных заявлений и высокий средний балл ЕГЭ, поступивших на технические специальности. 70 процентов. Это означает хороший уровень знаний абитуриентов. В ведущих вузах страны он составляет 74 процента. Наука – это непрерывный процесс, поэтому композитом мы занимаемся давно. Мы занимаемся в части оборонной промышленности, и у нас есть определенные наработки, которые хотели бы развить. Поэтому я так думаю, что от того, что я уверен, что композит «Долина» будет, ну уверен, потому что ей занимается лично губератор Турцкого области Алексей Геннадьевич Дюмин, но при этом, при всем, безотносительно, все равно наука идет. Правильно? Мы должны в тренде общего развития мирового. Специалисты-выпускники будут работать на тульских предприятиях и решать актуальные задачи региональной экономики, как следствие и дополнительные субсидии из федерального бюджета в науку региона и развитие инновационных проектов. Юлия Васюкова, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Исторический квест «Сталинградская битва» прошел в Центре подготовки граждан к военной службе будущих защитников, среди которых юно-армейцы, студенты Тульского юридического полицейского колледжа и суворовцы познакомились с историей битвы за Сталинград. Проект молодежного квеста действует у нас уже не первый год. Ежегодно мы проводим четыре молодежных квеста, посвященных, как правило, памятным датам Российской Федерации. Дети будут отвечать на ряд теоретических вопросов касательно этой битвы, попытаются угадать фотографии полководцев, какие-то военные плакаты им будут предложены, чтобы они смогли соотнести их с подписями к этих плакатам. Бизнес-климат в регионе нуждается в улучшении. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел накануне встречу с представителями деловых объединений. Предприниматели выступили с инициативой доработки механизмов в противодействии незаконному предпринимательству. Илья Логинов продолжит тему. Дан старт новому формату общения между бизнесменами и властью. Теперь все деловые вопросы решаются за круглым столом. А повестку обсуждения формируют сами предприниматели. Лейтмотивами первого обсуждения стали материнство, детство, спорт. Председатель Тульского отделения деловой России Андрей Мазов предложил предусмотреть региональным законодательством поддержку женщинам, которые до окончания декретного отпуска вышли на работу. Вне зависимости от количества детей в семье. Например, в виде дополнительных нескольких дней оплачиваемого отпуска. Мы все-таки бизнес объединений. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы оплачиваемый отпуск как-то софинансировался, например, работодателем и бюджетом. Предложение заслуживает дополнительной проработки совместной. Поэтому, естественно, принято к исполнению поручение Алексея Геннадьевича. Мы вместе просчитаем, промониторим. Зашла речь и о развитии спортивной инфраструктуры. Руководитель частного спортивного клуба «Левша» Павел Сорокодумов рассказал, что хотел на льготных условиях взять футбольное поле, восстановить его и в дальнейшем заниматься на нем с детьми. Но никаких привилегий предприниматель не получил. От задумки пришлось отказаться. Мы как бы готовы с нашей стороны и на это футбольное поле, которое мы хотим сделать, пригласить туда детские и юношеские спортивные школы, которые безвозмездно бы занимались. Но посчитали, что вот еще арендная плата, мы просто этот бизнес будет нерентабельным. Давайте этот вопрос мы тоже изучим, посмотрим. И может быть, как пилотный такой проект с нашей школы и начнем. Еще одной инициативой в области материнства и детства стало развитие негосударственных дошкольных учреждений. По задумке с появлением частных детских садов должна решиться проблема очередности, в которой сейчас числится более 2,5 тысяч детей Тульской области. У родителей появится возможность, получив сертификат на несколько тысяч рублей, отдать ребенка в коммерческое дошкольное учреждение. Групп дневного времяпровождения много, но на самом деле они находятся в квартирах, и либо мы их вырастим в некие ясли более серьезного уровня, либо, ну давайте честно, они не соответствуют ни пожарным нормам, ни нормам Роспотребнадзора. Это затрагивает не только ясли, но и еще другие ряд социально важных объектов, где есть люди, предприниматели, которые готовы развивать и другие социально значимые объекты на нашей территории. Поэтому в точку попадайте. На проработку поставленных вопросов губернатор отвел месяц и отметил, что теперь встречи с деловыми объединениями будут проходить регулярно. Илья Логинов, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей ищите на сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова